МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиционно празднование Дня Великой Победы в Наринмаре, как и во всех городах нашей Родины, откроет торжественный парад. Подготовка к нему началась задолго до 9 мая. Сегодня прошла очередная репетиция построения расчётов на площади Маратсей. Участие в ней приняли военнослужащие космических войск, сотрудники Управления Министерства внутренних дел по Нинецкому округу, пожарные и спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций, солдаты-срочники и кадеты. Смотр парадных расчётов провёл командир войсковой части 12-403 Владислав Мирошниченко. Смирно! Равнение налево! В этом году парад станет 71-м по счёту. Традиционно он начнётся с внесения знамённой группы на центральную площадь государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы. Это копия штурмового флага 150-й Ордена Кутузова 2-й степени Идрской стрелковой дивизии, которую 1 мая 1945 года установили над Рейхстагом в Берлине, Егоров, Контария и Берест. Кроме вынесения знамя Победы, участники отрепетировали приветствие парадными расчётами командира, прохождение торжественным маршем пеших парадных расчётов, построение живого коридора у Вечного огня и, конечно, минуту молчания. Впервые в этом году, 9 мая, в параде примут участие кадетский класс 4-й школы и спортивно-патриотический клуб Неницкая средняя школа имени Антона Пырерки. Он был создан в 2013 году. Командовать отделением на параде будет Егор Литков, ученик 10-го класса. В составе расчёта торжественным маршем пройдут одни девчонки. Сегодня для них состоялась уже третья репетиция на площади Маратсей. Участие в параде для них – волнительное мероприятие. За плечами только опыт участия в смотрах строя и песни. Это страшно, боюсь, что у нас что-то не получится. Не знаю даже. А как девочки справляются на морской? Хорошо. Просто очень много нервничаем. Что-то ругаемся всё время. Ну так стараемся. 9 мая в 11 часов утра они выйдут на главную площадь города и под взгляды тысячи жителей округа и ветеранов-участников Великой Отечественной войны пройдут стройными рядами торжественным маршем, посвящённым параду Победы 41-го года. Увидеть парад Победы в прямом эфире смогут зрители телеканала «Север». 9 мая наша телерадиокомпания будет вести прямую трансляцию с мероприятий, приуроченных в 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в прямом эфире мы покажем не только митинг, но и акцию «Бессмертный полк». Начало прямой трансляции на нашем телеканале начнётся в 10 часов 30 минут. В это время в путь отправится «Бессмертный полк». Наши корреспонденты тоже пройдут с участниками акции и расскажут вам о героях Великой Отечественной войны. В 11 часов продолжение прямого эфира. Сменится место действия. Наши камеры начнут вещание с площади Маратсей. Там состоится митинг, посвящённый Дню Победы. Затем мы покажем вам возложение венков к обелиску Победы, культурную программу и, конечно же, в прямом эфире будут звучать слова благодарности. Ветеранам и поздравления с праздником. Вечером 9 мая в эфире нашего канала выйдет специальный репортаж о праздновании Дня Победы. Напомню, смотреть прямую трансляцию вы можете на телеканале «Север» и на сайте www.trksever.ru. В этом году Ненецкая телерадиовещательная компания приняла активное участие в подготовке к празднованию Дня Победы. Так была организована акция «Мы идём на встречу с памятью». Она объединила школьников, предпринимателей и региональный молодёжный центр. Благодаря совместным усилиям было обновлено более 150 портретов ветеранов и тружеников тыла. 9 мая их пронесут по улицам Наринмара и в населённых пунктах в рядах Всероссийского шествия «Бессмертный полк». Алексей Болотов – один из последних участников добровольческой акции «Мы идём на встречу с памятью». Говорит, когда узнал о том, что можно бесплатно отреставрировать и распечатать фотографию фронтовика, сразу обратился к организаторам. Теперь фотография деда Болотова Степана Дмитриевича будет красоваться в рядах «Бессмертного полка». Про эту акцию я услышал по радио и откликнулся. Мне было очень приятно, что качество, которое я сейчас увидел, мне очень удовлетворяет. Спасибо большое. Над качеством фотографии работали графические редакторы телекомпании. Затем цифровой снимок отправлялся в один из печатных центров. Помочь родственникам фронтовиков пожелали сразу несколько частных фирм. Первое рекламное агентство «Красный город» и сеть магазинов «София». Память отцов и дедов надо хранить вечно. Потому что мой дед погиб в Великую Чувственную войну. Много знакомых погибли. Много наших советских солдат сложили голову, чтобы нам жилось очень хорошо. И не было никакой больше войны. Ну-ка, подержи, я посмотрю. Вот, молодец. Заключительную работу по подготовке портретов к участию во Всероссийском шествии. Бессмертный полк проводили школьники. Учащиеся 1-й и 3-й школ города своими руками мастерили штендеры. Удобная деревянная конструкция сделана вручную, под наблюдением опытного мастера Александра Ковалёва. Мы изготовляем сначала бруски. Вот мы на предыдущем занятии строгали цилиндрические заготовки. Потом расторцовка идёт по размерам. Там размеры указаны в чертежах. И вот пилим фанеру. И скрепляем черенок и основа. За несколько дней ребята смастерили 70 штендеров, которые также бесплатно получат родственники фронтовиков и труженьков тыла. Очень приятно отметить, что к нам в телекомпанию приходили как люди высокого возраста, так и совсем юные жители Наринмара, которые хотят принять участие в торжественном шествии. Я думаю, что такая добрая инициатива, она обязательно на следующий год снова найдёт продолжение. Итогом добровольческой акции стали более 450 обновлённых портретов фронтовиков. 300 из них изготовлены под началом молодёжного центра. 150 при участии Ненецкой телерадиовещательной компании и предпринимателей. 9 мая наш телеканал представит премьеру документального фильма «Фронт особого назначения». Он посвящается работникам потребительской кооперации. Тем, кто в годы войны кормил, одевал и согревал тружеников тыла, которые в свою очередь работали для «Фронта и Победы». 1941-й, 1945-й – трудное для страны время, героическое для каждого. С одной целью на всех – победой над врагом. Одна задача – сохранить жизнь каждого жителя округа. Одна ответственность – без права на ошибку. Слишком много зависело от них. То есть и ты на фронт проситься будешь? Буду? Не пущу. Здесь твой фронт. Особого назначения. Это было правильное решение – создать свою собственную продовольственную базу. Руководство Окрпотребсоюза обратилось ко всем сельским потребительским обществам. Агитировать никого не пришлось. Не пришлось агитировать и актеров, сотрудников Дома культуры. Роль председателя исполкома товарища Попова исполнил Денис Семяшкин, председателя Окрпотребсоюза Зуева Михаил Малеев, директора морского порта Валерий Дуркин. Съемки постановочных эпизодов проводились в здании морского порта под чутким руководством режиссера картины Марии Кравченко. Денисский краеведческий музей предоставил в качестве реквизита исторические экспонаты. Очень хочется работниц поздравить. Может, из каких запасов кооперации хоть маленький подарочек. Вся история фильма основана на архивных документах и воспоминаниях очевидцев детей войны. Консультантом фильма выступила Марина Калавангина. «Фронт особого назначения» – третий фильм о героическом подвиге жителей Неницкого округа во время войны. Путь подвига – фильм о болино-транспортных эшелонах зрители увидели в 2010 году. В этом же году он получил шесть наград всероссийских конкурсов. Фильм в условиях военного времени стал лауреатом всероссийского конкурса «Смиротворец». Премьера фильма «Фронт особого назначения» состоится на нашем канале с 9 мая в 19.20. В этот же день вы сможете увидеть и другие фильмы Неницкой телерадиокомпании. Путь подвига начнется в 16 часов 30 минут. В условиях военного времени – в 18 часов 35 минут. Митинг памяти, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошел в поселке Искатели. Он состоялся у памятника оружия Победы. Изготовили танк Т-34 в конце войны. В боях он не успел поучаствовать, но стал символом Победы. Почему его установили в округе и какой вклад внесли жители региона в строительство танковой колонны, узнала наша съемочная группа. «Помнят и жители округа о подвиге земляков». Сегодня более 70 человек – жители поселка, воспитанников детского сада, школьников, военнослужащих, представителей власти – собрались у единственного в искателях военного памятника – танка Т-34. «Танк не воевал, он выпускал практически почти 44-го года. Он прибыл из Латвии, через Польшу. Как вы знаете, в том году на 70 лет Победы мы его восстановили. Ранее мы, как жители поселка, проводили в городе. А сейчас уже это будет традиционно, проводиться будет здесь». По словам Григория Коваленко, ежегодный митинг – это дань не только бойцам советской армии, но и труженикам тыла. В Нинецком округе в период Великой Отечественной войны помощь фронту шла различными путями. Фонд обороны складывался из добровольных поступлений, денежных средств, денежно-вещевых лотерей, отчислений части зарплаты премий, трудодней, средств, заработанных на воскресниках, а также из поступлений тёплых вещей для армии. Особое значение придавалось и сбору средств на строительство военной техники. За период с сентября 1941 по январь 1943 года жители Нинецкого округа на строительство танковой колонны собрали 1 миллион 72 тысячи рублей. Средства собирали всем миром – и взрослые, и дети. 2 апреля 1944 года вышел очередной выпуск газеты «Нарьяна Виндер», в котором была статья от учащихся школы. Учащиеся лесозаводской неполной средней школы приняли активное участие в сборе средств на строительство колонны танков. Учащиеся 4-го Б-класса сёстры Чепсановы внесли 78 рублей, ученица Тамара Вдовина – 40, Галя Едовина – 30 рублей. Среди тех, кто трудился для фронта, была и мама Нины Ваньбас. Когда её отца забрали на фронт, Нине Митрофановне было 3 месяца. Так осталась мать с четвертьми детьми. А он вернулся с войны? Нет, он не вернулся. Он в 43-м погиб. Мы жили в Харяге, в одиночный дом. Пришлось матери в Харейвор поехать. И без дома, без всего. Она с четвертьми детьми приехала в Харейвор. Нас мать защищала, кормила как могла. Дружно жили. Трудилась, растила нас и всё. Плакала, а что делать? Похоронку получила, плакала. Уже второй год Нина Митрофановна участвует в митинге и гордится, что на её маленькой родине установлен памятник легендарному танку Т-34. В преддверии 9 мая педагоги первой школы организуют митинги у памятников Победы. На протяжении 8 лет учащиеся возлагают цветы у обелиска Победы и памятника экипажу буксира «Комсомолец». В торжественном шествии участвуют все ученики с 1 по 11 класса. В этом году в рамках митинга прошёл малый бессмертный полк. Учащиеся пришли с фотографиями учителей и выпускников первой школы. Все они воевали на фронтах и возвратились домой. Каждый год фронтовики бывали в родной школе на вечерах с молодым поколением. 9 мая, соответственно, делегация школы пойдёт к митингу, тоже на митинг, но уже в составе общей колонны. В этот день всем детям не удаётся побывать у памятника, поэтому мы проходим накануне этого славного праздника. Традиционно возложат цветы к памятникам Победы учащиеся профессиональных образовательных учреждений и трудовые коллективы города. Вечер, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в детско-юношеском центре «Лейдер». На традиционные мероприятия собрались фронтовики, ветераны и дети войны. По словам главы региона Игоря Кошина, такие встречи крайне необходимы. Это прекрасная возможность ещё больше узнать историю, узнать героев, отдать дань памяти тем, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Я безмерно вам благодарен за то, что вы постоянно делитесь своим опытом. Будь то уроки в школах, будь то встречи с детьми, с молодёжью. Невозможно строить будущее, не зная и не помня прошлого. Псел Кузьмич, ваше поручение принято. Начнём проектировать стену памяти. Порядка 9,5 тысяч жителей нашего округа ушло на поля сражений, и треть из них не вернулась. И безусловно, мы должны знать имя каждого из них. Война затронула каждую семью в Неницком округе. В разные годы на фронт уходили рабочие, рыбаки, оленеводы. Многие из них, вернувшись с войны, трудились на благо Неницкого округа, но до сегодняшнего дня не дожили. Сегодня набирает обороты наш бессмертный полк. Но это мероприятие организовал и кто-то сверху, и какой-то руководитель. Люди идут туда по зову сердца. Потому что в каждой семье сегодня хранят память о своих близких и родных, которые ушли на священную войну и отдали свою жизнь и здоровье ради нашего мирного, светлого будущего. Люди, которые справились с фашизмом, разрухой, поднимали народное хозяйство, способны справиться и с сегодняшними вызовами. Охранять общественный порядок во время празднования Дня Победы в округе будут более ста сотрудников полиции, частных охранных предприятий и дружинники. Личный состав Управления МВД России по Неницкому округу будет переведен на усиленный режим несения службы. Прежде всего, отмечают полицейские, не нужно появляться на торжествах в состоянии алкогольного опьянения. Будет действовать запрет на пронос алкогольных напитков к местам проведения праздника. Кроме того, нельзя будет пронести и безалкогольные напитки в стеклянной таре. Во время мероприятия будут организованы досмотровые мероприятия, поэтому тоже обращаю внимание граждан, чтобы они были готовы, не оказывали никакого противодействия сотрудникам полиции, отнеслись к этому с пониманием. В целом, Управление к проведению данных торжественных мероприятий готово. В МВД России по Неницкому округу круглосуточно работает телефон доверия 42152, по которому жители округа могут позвонить или оставить свое сообщение о готовящемся или совершенном преступлении или правонарушении. 54 фотографии разного формата, свидетели военных лет. В честь 71-й годовщины победы советского народа над фашизмом в Неницком краеведческом музее открылась новая выставка по-то летопись военного времени в объективе округ. Как жили люди в годы войны, как трудились, расставались и верили. От первого дня до Дня Победы через призму фотографий увидела и наша съемочная группа. Все просто отдыхали. Считается, что это последний снимок мирной жизни. С последнего снимка мирной жизни, который был сделан в июне 41-го года на улице Тундровой, сейчас это улица Тыковылки, начинается выставка-фотолетопись военного времени в объективе округ. Главная проблема, с которой столкнулись сотрудники музея, готовя выставку, — небольшое количество фотографий в фондах. Поэтому была поставлена задача использовать в качестве источника для фотодокументов газету «Нарьяна Виндер военных лет». Благодаря кропотливой работе сотрудников музея удалось превратить слепые газетные фото 41-го года в читаемые. Дело в том, что самих фотоснимков не осталось. Но газета в начале 41-го года, с июня по сентябрь, публиковала фотографии фотокора Арсения Михайловича Гашева. Они были в виде оттисков, наверное, прошли какую-то цензуру, но они рассказывают о реакции населения нашего города, нашего округа на начавшуюся войну. Такая реакция видна для каждой фотографии. Вот кадр, на котором запечатлены проводы Анатолия Лещева из Нижней Пёши. Родители провожают будущего бойца и не знают, вернётся ли сын. Ему повезёт, он вернётся. Не повезёт его ровесница Саше Кожевиной. Радистка-буксиро-комсомолец, выпускница Наринмарской школы номер один, погибнет в радиорубке, разбитой артиллерийским снарядом. Свой долг перед смертью девушка выполнит. Она успеет дать тревожную радиограмму о нападении германской подводной лодки вблизи острова Матвеев. Свой долг выполнят ещё сотни таких же молодых девчонок из округа. В сентябре 1941 года в Наринмаре была создана школа медицинских сестёр с шестимесячным сроком обучения, после окончания которой выпускницы отправлялись на фронт. Многие из них не вернутся, но память о них будет хранить подрастающее поколение. Там наши солдаты просто стоят, и они воевали, им надо большое уважение. Я часто захожу в компьютере, нахожу в интернете, и я всегда смотрю видео, к примеру, клипы, песни, слушаю про войну. Я очень люблю это, я хочу узнать всё об этом. Фото времён войны подтверждает. Ненецкий округ работал на победу, не жалея ни сил, ни ресурсов. Оленеводы, рыбаки, охотники, авиаторы, рабочие колхозники, речники, портовики, служащие учреждений и предприятий. Домохозяйки и школьники стали настоящими героями, вложившими толику своего негромкого подвига в народное авторство Великой Победы. В 3 часа 30 минут утра радио передало весть о долгожданной победе. Выходя на улицу, трудящиеся нашего заполярного города поздравляли друг друга с победой. Ирина Цепетова, Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. На этом у меня всё. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Берегите себя и своих близких. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok